Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Исследователи объяснили, что стекло используется в высокотехнологичной продукции в области оптики, телекоммуникации, химии и медицины, а также в повседневных предметах, таких как бутылки и окна. Однако производство стекла в основном основано на таких процессах, как плавление, шлифовка или травление. Эти процессы существуют десятилетиями, являются технологически сложными, энергоемкими и сильно ограничены в плане реализуемых форм. Эту проблему захотели решить ученые из Университета Фрайбурга в Германии, благодаря их технологии литья под давлением глоссомер из специального гранулята теперь можно производить стекло и с высокой пропускной способностью при температуре всего 130 градусов. Затем литые компоненты из 3D принтера превращаются в стекло в процессе термической обработки, в результате получается чистое кварцевое стекло. Этот процесс требует меньше энергии, чем обычное плавление стекла, что приводит к энергоэффективности и меньшему количеству выбросов. Умное стекло научилось менять цвет в рекордно короткие сроки. Исследователи добавили, что так они решили ранее существовавшие проблемы в литье стекла, такие как пористость и абразивный износ частиц. Кроме того, ключевые технологические этапы нового метода были разработаны с учетом использования воды в качестве основного материала, что сделало технологию более экологичной и долговечной. Мы видим большой потенциал особенно для небольших высокотехнологичных стеклянных компонентов. Наряду с прозрачностью, очень низкий коэффициент расширения кварцевого стекла делает технологию интересной. Датчики и оптика надежно работают при любой температуре, если ключевые компоненты изготовлены из стекла, добавили исследователи, читать далее создана первая точная карта мира. Что не так со всеми остальными, в НАСА рассказали, как они доставят образцы Марса на Землю ученые объяснили появление пауков на поверхности Марса. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.